Международное право не запрещает вести войн, оно лишь ограничивает возможности ведения войн и регулирует рамки применяемого насилия. Человечество заключало десятки вечных миров, которые были призваны предотвратить вооруженные конфликты в будущем, однако эти соглашения не достигли целей. Старейший институт международного вмешательства вооруженный конфликт – независимое посредничество. Первым американцем, награжденным Нобелевской премией мира, стал президент Тадо Рузвельд, по инициативе, при помощи которого была остановлена русско-японская война. В конце 19-го, в начале 20-го века международные посредничества и арбитраж были популярны и зачастую эффективны, однако Первая мировая война продемонстрировала, что этих инструментов недостаточно. Многочисленные попытки убедить враждующие державы восстановить бойню, на которой погибли более 20 миллионов человек, не дали результата. Чтобы не допустить повторения катастрофы, в 1920 году была создана Лига наций – первая глобальная организация, главной задачей которой было предотвращение вооруженных конфликтов. Члены Лиги обязывались не прибегать к войне и, в случае возникновения межгосударственного спора, прибегать к посредничеству. Кроме того, члены Лиги обязывались вводить санкции против агрессора и оказывать помощь жертвам агрессии. Лига сумела эффективно разрешить ряд территориальных споров, например, между Швецией и Финляндией, принадлежности Алландских островов, и остановить войну между Колумбией и Перу. Но оказалось неспособно остановить конфликты, ставшие прелюдией ко Второй мировой войне, например, японское вторжение в Китай и итальянское вторжение в Эфиопию. Как выразился диктатор Бенито Муссолини, принявший решение о выходе Италии из Лиги наций, Лига хорошо стреляет по воробьям, но бессильна, когда в небе появляется орел. Созданная победителями Второй мировой войны и занявшая место Лиги Организация Объединенных Наций – вторая глобальная организация, задача которой – избавить грядущие поколения от бедствия войны. Главную ответственность за поддержание мира несет Совет Безопасности. В случае возникновения военного кризиса Совет Безопасности рекомендует сторонам конфликта попытаться достичь соглашения мирным путем, иногда выступая в роли арбитра. В случае начала войны Совет Безопасности принимает резолюции, требующие прекращения огня. Он также имеет право вводить международные санкции и торговые эмбарго, например, запрещающие поставки оружия враждующим сторонам. Предполагается, что когда у армии закончатся боеприпасы, боевые действия будут прекращены. Если Совет Безопасности не способен восстановить мир, соответствующие действия может предпринять Генеральная Ассамблея ООН. Она в том числе имеет право порекомендовать применение международных вооруженных сил. Основатели ООН предполагали, что организация будет обладать своими вооруженными силами, необходимыми для принуждения агрессора к миру. На практике войска ООН приняли участие в войне лишь однажды, противостоя агрессии Северной Кореи и Китая во время Корейской войны. Впоследствии он столкнулся с открытым нежеланием государства предоставлять свои воинские контингенты и вооружения для участия в боевых действиях во имя международного мира, иногда на другом конце планеты. В силу этого также постоянных разногласий в Совете Безопасности между великими державами, способными заблокировать любое решение, он проводит лишь операции по поддержанию мира. В ряде случаев такие операции предполагали разведение враждующих армий. Так произошло, например, во время Суэцкого кризиса и войны в Конго. За свою историю ООН провело 69 операций по поддержанию мира, из них 50 считаются успешными. В настоящий момент силы ООН проводят 12 миротворческих операций, в которых принимают участие 117 тысяч военных и полицейских. После окончания Холодной войны выросла роль международных военно-политических организаций, таких как НАТО и ОДКБ. Так НАТО успешно остановило войну в Косово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...